Всем здарова народ! С вами всегда я, Дориан Гарнет. Сегодня мы поговорим о тех вещах, почему ваш канал, возможно, еще не стал популярным и что вам нужно поменять, чтобы ваш канал стал расти-расти и расти. Погнали! Перед началом этого видео, порекомендую вам канал Вадима. Он снимает разнообразные туториалы по, например, Adobe Audition, делает всякие шапочки, там есть готовые шапочки, даже если вам интересно. Также делает интро. Если вам интересна подобная тематика, ссылочка будет в описании и передавайте ему от меня привет. И еще одна тема. Перед тем, как начнем, давайте наберем на этом видео полторы тысячи лайков. Ну, пацаны, вы же можете, я знаю, но почему? На прошлом видео вы еле-еле все это набираете. Давайте наберем полторы тысячи лайков, давайте, окей, окей. Вот прям вот я вот наблюдать буду за тем, как лайки будут набегать. Давайте. Не забудьте нажать на колокольчик около кнопки подписаться. Так вы сможете получить оповещение в вашем браузере моментально. Даже если вы будете находиться, сидеть вконтакте, вам вылезет оповещение, что у меня на канале вышло новое видео. Вы сможете по нему клацнуть, перейти и сразу же посмотреть и написать первые нах, как вы всегда это все делаете. Я выделил пять причин, почему ваш канал может быть не очень популярным. И начнем с первой причины. Это оформление вашего канала. В конце концов, первое, что видит человек, который заходит на ваш канал, это ваше оформление. Вашу аватарку, ваши превьюшки, вашу шапку. И также он видит лицо вашего канала, то есть вот этот вот экран. И, понятное дело, важно, что ваше оформление было крутым и приятным. Чтобы люди увидели его, заинтересовывались, им было как-то интересно, типа, почему у него такое красивое оформление. Все так приятно выглядит, ну-ка пойду посмотрю, у него контент крутой и так далее. Еще, бонусом к этому, вы должны настроить главную страницу вашего канала. То есть, когда люди будут к вам заходить на главную страницу вашего канала, чтобы они видели не просто там, какой-то видос включается и все и пусто. А чтобы снизу были какие-то плейлистики, еще не забудьте добавить разделы всякие, там, плейлистики, ваши самые популярные видео, лучшие видео и так далее. Чтобы люди заходили, такие, ну ничего себе, там сколько всего интересного. И да, не забывайте также в этом плане создавать плейлисты, это тоже очень может помочь. Так что не забывайте слизывать свои оформления. Бонусом у меня на канале есть всяческие туториалы по тому, как делать шапку, превьюшку, интрошку и так далее. Если вам это интересно, у вас какое-нибудь оформление, которое вам не нравится, можете их посмотреть. Возможно, вы сделаете себе крутое оформление и будет все круто. А вторая причина, почему ваш канал, возможно, не популярный, это расписание. Расписание должно быть на любом канале. Расписание должно быть не в смысле то, что вторник в новое видео, в пятницу в новое видео, вторник в новое видео, в пятницу в новое видео. Так, конечно, тоже можно, но вы должны следить именно за тем, чтобы видео выходили регулярно. То есть не так, что неделю выпустил, три месяца прошло, еще видео выпустил и так далее. То есть ты там раз в какое-то время делаешь видео и непонятно зачем, непонятно от чего, должно быть какое-то подобие расписания, чтобы вы делали видео там раз в неделю, хотя бы раз в два в неделю. Это очень важно, потому что если люди будут на вас подписываться, они будут ждать от вас контента. А если вы контента не будете делать, то они от вас все отпишутся. Типа, ну зачем мне, блядь, на него подписываться, он же ничего интересного не делает. Я бы подписался до такого канала сам. Я сам отписываюсь сейчас от каналов, которые крутые нахожу. Реально на них крутой контент, их интересно смотреть. Но они не делают видео новых по полгода, или они там уже пропали куда-то и так далее. Так что не забывайте следить за расписанием на вашем канале, это очень важно. Третья причина, которую я выделил, это оптимизация видео. Вот это, наверное, одна из самых главных причин, потому что нужно правильно оптимизировать свое видео, нужно правильно прописывать теги, правильно прописывать названия, правильно прописывать описание, чтобы ваше видео выбиралось поближе к топу. У меня нет видео на эту тему, я не могу вам сейчас дать ссылочку на какое-то видео, где я подробно расскажу о том, как правильно оптимизировать свое видео. Я сейчас расскажу вкратце, что нужно делать, а пока что давайте вы поставите лайк и напишите комментарий, если вам интересно, чтобы я сделал полноценное отдельное видео, где я расскажу, как правильно прописывать теги, как правильно прописывать описание, название, как правильно оптимизировать канал в целом, чтобы он вылазил поближе к топам. Ставьте лайк, пишите в комментариях об этом И сейчас я просто скажу то, что нужно, чтобы название было броским Нужно, чтобы в нем были ключевые слова Например, если вы делаете туториал по шапке Там, как сделать шапку для канала, там, YouTube Брать главные слова, какие-то, типа, быстро, за 5 минут, бесплатно и так далее И вставлять их в название, чтобы это все сделалось гармонично Потому что если вы будете тупо вставлять рандомные слова, типа, бесплатно, free, прикол и так далее Это будет не очень круто Прописывать в тегах нужно все теги, которые находятся близко к вашей теме То есть там максимум можно использовать 500 символов в тегах Используйте все 500 символов Добавляйте как можно больше тегов И теги должны быть связаны именно с вашим видео и с вашим каналом Не с чужими каналами Если вы будете вписывать туда чужие каналы, у вас, во-первых Вам, во-первых, можно кинуть страйк за нарушение правил YouTube Потому что, насколько я помню, YouTube как раз таки говорил, что так делать не надо Если ютубер увидит то, что в тегах у него прописано что-то не так, он может вас наказать, так сказать И, во-вторых, теги чужие ставить не надо, потому что это вам не поможет Никто по этим тегам вас не найдет Будет находить именно тех ютуберов, которые вы там вставили Или те видео, которые вы там вставили, не ваше Нужно подписывать в описании главные темы ваших видео То есть нужно расписать, например, в том же туториал по шапке Типа, шапка, что это такое шапка для YouTube И всякие, опять же, главные слова, типа, за 5 минут, бесплатно и так далее Все это нужно расписывать, чтобы у вас была оптимизация хорошая на видео Опять же, говорю, если вам интересна эта тема, пишите в комментариях Сделаю отдельное видео про это И четвертая причина, это качество ваших видео Согласитесь, что если вы находите новый канал, смотрите видео и видите, что там Нету никакого оформления, нет ни интро, ни приветствия Там плохой микрофон, там, не знаю, 480p Всякие шумы, что-то непонятное происходит Сранные названия и так далее Это будет не очень круто Не забывайте то, что вы делаете контент И контент ваш должен быть качественным То есть нужно повышать качество ваших видео как можно сильнее Добавлять хорошую музыку Делать какое-либо интро, вступление, что-то подобное Не забывать то, что нужно снимать хотя бы в HD или Full HD Потому что остальное качество уже на YouTube не котируется И это никому не интересно В общем, не забывать делать что-то качественное Тут много не скажешь особо слов В общем, главное, просто придерживайтесь хорошего качества Попробуйте включить свое видео сами Вот включите свое видео, любое, которое вы думаете, что у вас хорошо получилось Включите его, представьте, что вы нашли это видео в интернете Это не ваш канал, вы нашли это видео в интернете, где-то включили его И подумайте, стали бы вы его смотреть или нет То есть, было бы ли вам его интересно смотреть Со стороны именно зрителя, а не со стороны того, кто его сделал Так что да, следите за качеством ваших видео И последняя причина, это быть заинтересованным в вашем канале Быть заинтересованным в общении с подписчиками Вот представьте, что вы заходите на канал к известному ютуберу Или хотя бы к какому-то другому ютуберу Пишите ему комментарий и ждете от него ответ И вы его не получаете Это не очень приятно, согласитесь Намного приятнее, когда вы начинаете общаться с подписчиками То есть, пятая причина, это именно общение с подписчиками Нужно с ними всегда общаться, коннектиться, стримить, например Например, на стриме с ними, со всеми как можно больше общаться Где-то там в твиттерах с ними общаться, вконтакте общаться На ютубе отвечать на комментарии Я, например, отвечаю почти на все комментарии Читаю это я точно все, просто потому что я постоянно захожу на ютуб Вкладку комментарии, читаю все Отвечаю я не на все, просто потому что на некоторые отвечать не хочу Или я уже на них когда-то отвечал Или на них нет смысла отвечать, что-то подобное Но, опять же, нужно следить за своими подписчиками Нужно следить за тем, чтобы приятно было находиться на вашем канале Чтобы человек, который заходил к вам, он был заинтересованным в вас Чтобы ему было интересно у вас находиться Чтобы он знал, что сидит не какой-то там обычный ютубер, который что-то снимает А сидит человек, который готов пообщаться с своими подписчиками Который реальный человек, который не как какой-то бот снимает по 100 видео и ему на всё насрать Общаться со своими подписчиками это очень важная штука Я, например, уже долгое время постоянно отвечаю на комментарии На стримах так вообще почти всё-всё-всё читаю, что только можно В ВК я не отвечаю просто потому, что это пиздец Там у меня забита личка Вот просто до жопы забита личка И чтобы там ответить, мне нужно копать, копать, копать Чтобы что-то интересное найти Там очень забито Отвечайте хотя бы на комментарии, которые вам пишут под вашими видео Не делайте видеть, что вот там написали мне какие-то холопы, блядь И что нахуй, пойду, пойду, блядь В закат Если правильно работать с этими пятью вещами, о которых я вам рассказал То ваш канал определённо начнёт расти Это определённо сделает из вашего канала Хороший канал, интересный канал На котором хочется будет остаться и посмотреть новое видео Так что, если вам было интересно это видео Не забывайте ставить лайк на это видео Набираем полтора кастря лукасов Но давайте наберём полтора кастря лукасов Я же знаю, что вы можете Пишите в комментариях слово Ютуб Это уже было, но всё равно Пишите в комментариях слово Ютуб И не забывайте подписываться на канал, если вы этого ещё не сделали То есть у вас полторы тысячи лайков Написать в комментариях слово Ютуб И написать, нужно ли видео отдельно по оптимизации вашего канала Видео и так далее С вами был Дориан Карнет Увидимся в новых видео И да, пока... Также немножко саморекламы. У меня есть мой новый проект, хотя он уже не новый, ему уже целый месяц практически. Это закрытая группа ВКонтакте, где я размещаю всякие разные крутые проекты для After Effects. И сейчас уже начал размещать там также проекты для Photoshop и Cinema 4D. Сейчас в группе более 60 проектов. Вход в группу платный, да, но тем не менее вы получаете полную техподдержку со стороны администрации. На ваши все вопросы обязательно всегда отвечают. Вам всячески стараются помогать. И вы получаете 60 проектов уже на старте. То есть вы сможете улучшить качество своих видео тем, что у вас улучшится монтаж с помощью проектов для After Effects. Сможете улучшить качество вашего оформления, потому что я вам буду скидывать готовые шапки и так далее. Всякие рендеры крутые и так далее, и так далее, и так далее. Стоимость вступления в группу небольшая. Ссылочка на видео, в котором я рассказываю поподробнее об этом проекте, будет в описании. Можете зайти и посмотреть, если вам стало интересно. И с вами был Дориан Гарнет. Теперь на этом точно все.